Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, служение, которое мы совершаем сегодня утром, мы называем служением воспоминания о страданиях нашего Господа Иисуса Христа. И всегда, когда совершается такое служение в центре, в центре наших рассуждений, нашей проповеди, наших стихотворений, наших песнопений, наших видимых знаков, которые сегодня на столе, братья и сестры, будет Крест, Слово о Кресте. Слово о Сыне, как апостол Павел в послании своем сказал когда-то так, в Первом Послании к Оринфянам, в 1 главе, в 18 стихе, что Слово о Кресте для погибающих что есть? Еродство есть. А для нас спасаемых сила Божия, братья и сестры. Вот почему мы особым образом придаем значение этому служению? Потому что для нас спасаемых, которые приняли Сына, есть сила Божия. В этом наша жизнь, в этом наше счастье, в этом наше огромное благословение. И вся наша вечность, братья и сестры, будет связана с нашим Господом Иисусом Христом и Его страданиями. Знаете, когда мы рассуждаем о смерти Иисуса Христа, этих событиях, мы находимся еще на Писании, много описаний, много указаний на Его смерть, на Его распятие. Четыре евангелиста повествуют об этих событиях. Пророки Ветхого Завета указывали на это событие. Тысячи и миллионы жертвенных анкций Ветхого Завета, братья и сестры, которые были принесены в жертву искупления, служили прообразом нашего Господа Иисуса Христа. Вы знаете, в Ветхом Завете в самом начале есть одна история, есть одна жертва, которую бы хотелось бы сегодня вместе с вами порассуждать. Жертва, которую принял Бог. Жертва, которая послужила причиной для ревности, для ненависти, для братоубийства. Это жертва Авеля, как вы уже догадались. Когда мы читаем в 11 главе, если вы помните, что Авель занял самое первое место в списке героев веры. И о нем написано, что верой Авель принес Богу жертву какую? Лучшую. Верой Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Поэтому, я думаю, сегодня, в день, когда мы воспоминаем смерть и страдание нашего Господа и жертву Христа, мне хотелось бы сегодня вспомнить и об этой жертве. Для этого я предлагаю вам открыть книгу Бытие, 4 главу. Мы прочитаем с 1 стиха и порассуждаем. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина и сказала, приобрела я человека от Господа, и еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледельцем. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и оттука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился и поникло лицо его. Братья и сестры, я предлагаю сегодня порассуждать об этих двух братьях, об этих двух образах, порассуждать о их именах, порассуждать о ихнем занятии, род их деятельности, которые они сбрали в своей жизни. Мы порассуждаем кратко о их дарах и о дарителях. О сердце дарителя много важнее его дара. И посмотрим на реакцию Бога. И попытаемся с Божьей помощью хоть немного, немножко посмотреть, что же произошло там. Почему Бог принял жертву Авеля и самого Авеля, Аккайна и жертва его не презрел. Это вызвало ненависть и привело к убийству родного брата. Итак, братья и сестры, рождается первый ребенок в семье Адама и Евы. Самый первый человек, который родился. У каждого ребенка, у каждого человека есть имя свое. Как мы прочитали, Ева сказала, что я приобрела человека от Господа. Что же означает это имя? Имя Каин, братья и сестры, происходит от еврейского слова канити, что означает приобрести, сделать своим. Вот почему Ева сказала, что приобрела я человека от Господа, но в еврейском языке, в древнееврейском языке имена имеют очень большое различное значение. по смыслу, по содержанию, часто даже противоречащее где-то, часто даже не совсем для нас привычным, почему одно имя имеет различный смысл какой-то. Каин связан еще со словом первенец. Каин означает еще первенец, это естественно, закономерно, в том смысле, который вкладывает с этого слова наследник, основатель, хранитель нового рода, нового поколения, главный после отца, лучший среди братьев, ответственных за последующее поколение. Это действительно так. Но еще слово Каин, имя его переводится как претендующий или ревнитель. Это, братья и сестры, очень важно запомнить, потому что, когда и говорим о библейских именах, там открывается характер этого человека, в имени открывается характер человека. Второй стих нам говорит, еще родила брата его Авеля. Что же имя Авеля означает, братья и сестры? На древнеюресском языке это имя звучит как Хевель, что значит дыхание, дуновение, пар. Но еще имеет значение, братья и сестры, это имя Авель. Бренность, тщетность, суетность, даже пустота и даже такое значение, тот, который ничего после себя не оставляет. Братья и сестры, согласитесь, немного странно звучит, когда мы знаем Авеля, его как бы образ, его действия, его дар, его отношение Бога к нему. Такая характеристика немножко оказывается неожиданной и заставляет насторожиться, почему? Почему второй сын родился с таким именем и к чему это приведет? Что ожидает? Почему? Давайте посмотрим немножко дальше на судьбу этих двух братьев. И написано, и был Авель, пастырь, овец, а Каин был земледелец. Совершенно разные занятия. Братья и сестры, возникает вопрос, почему Авель стал пастухом? Ведь мы прекрасно понимаем, что пастух или промысел скотоводства, занятие скотоводства заключалось в том, чтобы основное это в пищу приобретать, использовать мясо животных, правда. Вот почему разводили животных, несмотря на то, что, конечно, пользовались шкуры животных для одежды, для своих жилищ, для многих вещей, просто в обиходе, но основное занятие разводили овец для того, чтобы пользоваться мясом в пищу. Братья и сестры, когда мы читаем Слащенное Писание, мы находим, что Бог такой рацион питания не благословлял, не благословлял до потопа. А чем же люди питались? Что должен составлять рацион питания в тех людей, которые были вначале сотворены Богом? Давайте мы посмотрим первую книгу Бытие, 29 стих, нам дает ответ. Первая книга Бытие, 29 стих, мы читаем, сказал Бог, «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть по всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Братья сестры, вот чем питались первые люди. Вы скажете, может быть, эта заповедь не распространялась, может быть, эта заповедь относилась только к Едемском саду, когда жили, нет, мы не находим изменений. Изменения только произошли, братья сестры, после потопа, когда был завет с Ноем. И когда мы читаем 9 главу книги Бытие, давайте мы откроем 1-й 3-й стих, там дается четкое вот это изменение Богом, что касается пищи, которую могут люди использовать. 9 глава 1-я стиха, «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, дострашаться и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, все рыбы морские». «Ваши руки отданы они». 3-й стих, обратите внимание, «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травяную даю вам все, только плоти с душой ее, с кровью не ешьте». Вот такие, братья и сестры, изменения происходят. Братья и сестры, в чем же причина? Может быть, ответ находится в отношении к Богу и в тех дарах, которые они принесли своему Богу. Мы читаем в 3-м стихе 4-й главы, главу, которую мы сегодня разбираем, в 3-м стихе написано так, «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука». И давайте немножко внимательно посмотрим на вот эти дары, которые принесли Каин и Авель. О даре Каина известно только то, что он был от плодов земли. Что это были за плоды? Какого качества? Ничего не известно. О даре Авеля немножко больше сказано. Сказано, что он принес из стада своего, от первородных стада, от тука их, то есть то, что отобрано самое лучшее из лучшего. Это говорит о том, что отношение двоих братьев к дару Богу было несколько отличалось, братья и сестры. Нужно отметить, что во все времена отношение к дару было очень важным действием. Почему? Потому что, когда мы хотим что-то подарить, друзья мои, нашим близким, нашим родным, идеально может быть день свадьбы, день рождения, когда нас пригласили на какое-то событие нашему другу, нашей жене, нашему мужу, дети дарят родителям, согласитесь, вкладывается определенный смысл, и не столько стоимость этого дара, а сколько свои чувства, свою любовь, свое внимание. Вот почему сегодня так развита даже та упаковочка, коробка должна быть как-то особо отмечена, какая-то завязана ленточка, что должна быть открытка. Друзья, мы хотим вложить все свое сердце, свою благодарность, свою признательность тому, которому мы хотим сделать этот подарок. братья и сестры, это мы видим в Священном Писании по отношению к Богу. Бог установил, когда Он взаимоотношения с людьми выстраивал, и когда говорил, что если вы хотите принести Богу, помните, было четко ясное указание, что не нужно приносить хромое, худое, увеченное. Нельзя этого делать. Когда мы читаем книгу Исход, 18 глава, 29 стих, братья, откройте, пожалуйста, это очень важный стих. Давайте мы вчитаемся в этот стих, в этот текст. Бог говорит Моисею, из всего даруемого вам возносите возношение Господу из всего лучшего освящаемого. Книга числа, простите, книга числа, 18 глава, 29 стих, книга числа. Еще раз прочитаю этот текст, из всего даруемого вам. Бог говорит, я подарил вам. Вы имеете на полях, вы имеете на своих стадах, вы имеете дело рук ваших, которые я благословил, из всего даруемого вам. Возносите возношение Господу. Какое нужно возносить? Из всего лучшего освящаемого. Братья и сестры, почему так? Потому что Бог отдал самое лучшее. Друзья мои, это очень важно, братья и сестры, понимать, потому что Бог нам отдал самое лучшее, что у него было. Братья и сестры, есть очень важная деталь, когда мы говорим о приношении Богу нашего дара, нашей жертве. Давайте задумаемся, братья и сестры, нуждается ли сам Бог в наших дарованиях, в нашем даре, в нашем жертвоприношении? Нуждается ли Он, будучи Богом, творцом вселенной, обладая всем и вся? Нуждается ли в том, чтобы люди приносили Ему что-то? Помните, в Псалме 49, 12 стихе Бог говорит так, «Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Братья и сестры, но Бог почему установил? Богу важно сердце дающего чувства, с которым приносится. Бог хотел установить вот эти отношения, потому что, как я сказал, когда мы приносим в дар, что-то в этом есть особое, выражение наших чувств, признательности. Братья и сестры, помните, когда Христос сидел в храме у сокровищницы и смотрел, когда люди приносили туда свои дары. Богатые клали сколько? Много от избытка своего, но Христос обратил внимание на одну бедную вдову, которая пришла в храм, и я думаю, что ее рука была сжата, и где-то она, может быть, боялась, чтобы на нее обратили внимание. Когда бросали деньги, там был звон, там было слышно, если полное, может быть, знаете, было пригоршня золотых монет, люди подходили, бросали, это было слышно, но эта бедная вдова пришла, и что у нее было в руках? У нее было в руках только две лепты, все ее дневное пропитание, и, может быть, не смело она пришла и положила туда, и Христос говорит, видите, эта бедная вдова положила больше всех, для Бога, братья и сестры, очень важно наше сердце, наше отношение к тому, что мы Ему отдаем, жизнь наша так устроена, братья и сестры, мы сегодня не приводим в храм, в церковь, животных, жертвенных, закончился тот процесс, закончился тот порядок взаимоотношений, потому что жертва принесена однажды, но Бог сегодня ожидает от нас что-то другого, Бог говорит в Священном Писании, принесите в жертву Богу что? Хвалу, принеси в Богу жертву хвалу, так устроена наша жизнь, что мы приходим на эти служения воскресные, пятничные, вторник, друзья, так устроено, что мы тоже Богу что-то даем, в конце, в начале служения приходит материальное служение, мы говорим это на нужды церкви, для помощи кому-то, друзья, как наше сердце откликается, готовлю я с радостью, приношу, я хочу оказать помощь, я хочу положить сюда средства, дорогие друзья, братья, сестры, если сердце закрыто, если для нас это трудно, если мы это делаем по принуждению, если мы выписываем чек, думаем, да сколько же можно в эту церковь вложить, куда же эти деньги идут, друзья, не приносите Богу деньги, они ему не нужны, Бог сегодня смотрит на наше сердце, говорит, принесите, от чистого сердца самое лучшее, тот, чем я вас благословил и всего даруемого вам, возносите Господу из всего лучшего, вспомните эту бедную вдову, которая больше всех положила, когда мы слышим нужду какую-то, что нужно пожертвовать, поучаствовать, друзья, не делайте это по принуждению никогда, никто не видит, никто не знает, между нами и Богом только существуют связи, отношения, он все видит, если трудно, помолитесь, скажи, Господи, открой мое сердце, сделай, потому что ты дал мне руки, то, что я заработал за прошедший месяц, это твое, и тебе я хочу лучшее дать, братья и сестры, жизнь наша устроена, наше служение, что мы всегда обращаемся к церкви, здесь у нас проходит служение, здесь находится хор, здесь мы выходим, поем Господу, проповедуем, друзья, это все касается, это дар, друзья, мы не должны выходить сюда по принуждению, потому что там поставили меня в график в таком-то месяце, я буду стихотворение рассказывать или петь, или проповедовать, не делайте этого, Богу должна принести жертва самое лучшее, самое лучшее стихотворение, самое лучшее песнопение, самое лучшее хоровое произведение, вот для этого мы делаем на весь год этот график, это время, где можно подготовиться, попросить Господи, благослови, как много сегодня есть прекрасных песнопений, музыкальных произведений, групповых произведений, братья и сестры, это очень и очень важно, давайте вспомним, друзья, наши семьи, наших детей, на протяжении, знаете, всех лет, когда дети наши учились в школе, они многое что делали, приносили какие-то поделки, приносили какие-то, может быть, открыточки, еще что-то, я не имею, знаете, такой особенности или желания как-то сохранять абсолютно все, что проходит за 12 лет учебы детей, но я хочу сказать, братья и сестры, что у меня есть особая папка небольшая, где храню открытки детей, простой детской рукой подписанные слова поздравления, может быть, с юбилеем свадьбы, может быть, с Рождеством, может быть, с Днем Рождения, просто детской рукой написано поздравляем, спасибо, вас любим. Друзья, в чем ценность этого между родителями и детьми? Потому что это наши дети, на наших столах может находиться простые какие-то вещи, может быть, подставка для салфетки, сделан детской рукой в школе, она может быть не настолько дорогая, не настолько на ценность, но то, что это сделано от души, от сердца. Братья и сестры, вот такие где-то отношения приблизительно между нашим Богом, когда мы приносим что-то Ему, когда мы приходим даже в собрание, братья и сестры, никто не заставляет. Я иду сюда, потому что люблю моего Бога. Бог мне дал игры на инструменте, Бог дал мне игры говорить в слово, читать стихи, либо изъяснять Писание, Господи, лучшее это Твое, я хочу Тебе отдать, друзья. Тогда наше служение будет иметь глубокий смысл. Тогда наше участие, наше служение здесь будет наполнено определенным особой атмосферой. У нас нету жертвенника, на который возносится фемиам, братья и сестры. Здесь происходит внутри наше служение. Здесь алтарь наш. Но это благоухание приятное, оно будет чувствоваться, братья и сестры, когда мы получаем, что назидание от этих стихотворений, от этих песнопений, от того, что мы слышим Слово. Пусть нам поможет Господь, братья и сестры, правильно относиться к дарам и к нашему приношению Господу. Давайте вернемся, братья и сестры, к Каину и Авелю. И написано так, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его, что не презрел. Братья и сестры, мы говорим сегодня о жертве. И часто обращается внимание, хотим узнать, что же такое было особенного у Авеля, что же было особенное у Каина. Я думаю, это не совсем правильный подход, братья и сестры. Священное Писание обращает наше внимание, написано так, что презрел Господь не на дар, а сначала презрел на Авеля, на самого человека и то, что в него в руках потом. И посмотрел и на Каина и на дар его и потом не презрел. Вначале на человека самого, на дарителя, на его сердце, на его душу, на его жизнь, на его поступки, а потом то, что он принес. Мы читаем, спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Спустя несколько времени что это было за время, что это было за события. Скорее всего, я думаю, речь может идти, то, что мы говорим, праздник жатвы или время собирания плодов. Возможно, наступил какой-то период, братья и сестры, и Каин решил расположить сердце Бога. Он прекрасно понимал, что Бог управляет всем, что Бог посылает урожай, и Бог только может благословить дело Его рук. Нужно помнить, братья и сестры, что Каин и Авель, они выросли в семье, в семье, которые знали Бога лично. Адам и Ева находились там, в Едемском саду. Они прекрасно помнили все, что было в их жизни. Я думаю, они передавали своим детям, как они были в Едемском саду, что произошло потом, почему они казались так здесь, почему тернии и волчицы земля прерастает. И много-много они говорили своим детям. Но как дети восприняли Бога? Братья и сестры, как дети восприняли Бога и отношения, как выстраивались с этим Богом? Я думаю, братья и сестры, это моя мысль, это мое рассуждение, глядя немножко на жизнь Каина, на том, что говорится о нем в Новом Завете, мы прочитаем сегодня. Мне кажется, это был подход такой, знаете, совершенно прагматичного человека, практичный, расчетливый, земной. Бог-то есть, нужно как-то его задобрить, надо как-то расположить его. Я же все имею, смотри, земля дает все-таки плод, надо принести ему. А что принести? Ну, что-нибудь, ну, принести Богу. Братья и сестры, вот этот, я бы назвал, языческий подход, он очень был распространен в народах языческих впоследствии и до сегодняшнего дня. Язычники хотели задобрить своих богов, поэтому приносили ему дары для того, чтобы как-то не прогневались, для того, чтобы дождь послал, для того, чтобы солнце было. Даже сегодня во многих странах совершается вот это жертвоприношение. когда мы были в Таиланде, я помню, обращал внимание, практически возле каждого учреждения, гостиницы, банка, при входе находится чаша с фруктами, с овощами. И это не просто так украшение, в этом вкладывается особый смысл людей, задобрить богов. Братья и сестры, не происходит ли где-то в нашем сердце путь Каина? Не происходит ли где-то в нашем сердце отношения вот такое? Как-то Бог-то есть, и надо как-то выстраивать отношения с Ним. И как-то нужно что-то тоже отдавать Богу, какую-то жертву приносить от даров. Когда мы читаем, братья и сестры, этот характер Каина, немножко открывается еще на Новом Завете. В первом послании Иоанна, в 3 главе, в 12 стихе, Иоанн говорит, что Каин был от кого? Каин был от лукавого и убил брата своего. Иоанн говорит, а за что убил брата своего? За что он убил? За то, что дела его были злые, а дела брата его были праведны. Братья и сестры, вот библейский текст Евангелия Иоанна, послание Иоанна, когда мы читаем в контексте, он показывает связь Каина с дьяволом на основании его братубийственного поступка, а не биологического происхождения. Ничего общего с этим нету. На основании того, потому что, знаете, написано, дьявол, он человек-убийца от начала. Написано, дела его были злые. Бог видел его жизнь. Жизнь Каина, как падшего человека, унаследован от родителей своих греховную природу, развивалась совершенно другим путем, чем жизнь Авеля и отношение к Богу. Ну на тебе, Господи, как-то задобрить то, что ты принес. Но дела его, поступки его мышления были злые. Мы читаем еще в послании Иуды, 11 стих, здесь только одна глава, написано так, а есть о группе людей. Иуда говорит о некоторых людях, которые идут путем Каина. Он говорит, горе им, потому что идут путем Каиновым. Он называет их те, которых крались некоторые, издали предназначенными к осуждению, называет их нечестивцей, которые обращают благодать Бога нашего в повод к распутству. Эти люди даже готовы на братоубийство. Вот немножко приоткрывается нам характер, жизнь, состояние, дела, поступки, сущность этого человека. Вот поэтому я думаю, что когда Бог, глядя на сердце, на злые дела, Каина, он не мог принять этих даров, потому что дела его злые. Братья и сестры, когда мы смотрим на образ Авеля, здесь представлена совершенно другая картина, другой образ. Мы читаем о его занятии пастырь овец. Мы уже говорили, что в начале его деятельность, то, что он занимался выращиванием овец, оно не было связано с жизненной необходимостью принятия пищи. Но мы понимаем, что использовали шкуры животных для одежды, для жилья, для других каких-то предметов домашнего обихода, но в любом случае, братья и сестры, мы согласимся, что это было связано с убийством невинного животного, не так ли? Обратите внимание, всякий раз Авелю нужно было убивать невинное животное, где должна была пролита кровь. Знаете, очень интересная мысль Александра Мень, писатель и православный священник, который его самого убили когда-то, в своей книге «Истоки религии» он написал очень интересную мысль, я думаю, она очень важна будет сегодня в размышлении над образом Авеля. Он пишет так, «В начале всякого проявления религиозного чувства и искании Бога» Библия ставит на первое место жертвоприношение. В нем отразилось пусть смутное, но сильное стремление человека загладить свой грех, восстановить единство с Богом и найти примирение. Я просто предлагаю вам размышления, братья и сестры, поскольку и Каин и Авель они знали о том, что произошло в Едемском саду. Они понимали, что они люди грешные и понимали, что нужно искать Бога, нужно найти какое-то общение, связь, через что. Значительно позже Писание провозгласит, без пролития крови не бывает чего, братья и сестры, не бывает прощения без пролития крови. В свое время для того, чтобы одеть Адама и Еву, прикрыть их наготу. Мы читаем, что «издел Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел его». Конечно, Господь мог сделать сверхъестественным образом, но я думаю, что была принесена тоже жертва этих животных, чтобы первые люди прикрыли свою наготу. Я думаю, что Авель, братья и сестры, это был особый человек. Знаете, еще чем? Мы смотрим, вот 11 глава послания к евреям. Мы сегодня уже читали ее, этот стих. Там стоит в начале не просто Авель принес Богу жертву лучшую, а в начале стоит верою. Авель принес Богу лучшую. Братья и сестры, он получил это откровение в духе своем, в своем состоянии, в понимании Бога. Его вера, она мотивировала, она его заставила, она привела его, Господь, для того, чтобы приблизиться к Тебе, для того, чтобы получить прощение грехов. Он приносит жертву кровную, должен умереть за меня, это агнец, это животные. Написано, что верою Авель принес Богу жертву лучшую, верою он получил свидетельство, братья и сестры, это не оказалось просто так. Вера, он получил свидетельство, что он оправдан, принеся эту жертву, там в своем сердце получил свидетельство, что он праведен, написано, Бог засвидетельствовал о его дарах, ей он и по смерти говорит еще. все, братья и сестры, в этом двух образе, двух братьев представлен весь род человеческий. Люди сегодня, мало кто может отрицать существование Бога, но как по-разному люди к Богу приходят. Туда идет путем как-то удобрить Бога, как-то принести, может, какой-то дар, как-то все-таки понимаешь, что Бог есть, и среди этих людей очень много людей религиозных, людей, которые посещают церковь, но так и никогда не были просвещены Духом Божьим о том, что Богу, братья и сестры, нужно приходить на основании жертвы другой. Жертва, которая сегодня мы говорим, жертва, которая была когда-то принесена, это величайшая жертва. Я хотел бы, что мы сегодня перед тем, как будем молиться и готовить свое сердце, к воспоминанию страданий нашего Господа Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели на еще один короткий текст, это послание к евреям, 12 глава, мы прочитаем с 22-23 стих, немножко чуть выше, апостол Павел говорит, что 18 стиха «Вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, не к тьме и мраку и буре, но не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемость слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуем было, если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою, и столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете» 2 стиха «Но вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесным Иерусалимам и к тьмам ангелам, к торжествующему собору и к церкви первенцев, написанных на небесах, и к суде всех Богу, к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авеля. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего». Братья и сестры, обратите внимание, Священное Писание ставит рядом кровь кропления, кровь Иисуса Христа и кровь Авелева. Но она говорит, что кровь Иисуса Христа, она говорит сегодня, говорит лучше, нежели Авелева. Братья и сестры, мы будем приступать сегодня к исполнению заповедей нашего Господа. Наше сердце будет участвовать, наши мысли, наш разум. Сегодня все служение было направлено, чтобы подготовить нам, братья и сестры. И сегодня только жертва Авеля, которую он принес, является, была только напоминанием, символом, прообразом о том, что он принес верою. Сегодня мы будем приступать, братья и сестры, к этой крови, которая может очистить, осветить, омыть нашего человека внутреннего. Сделать наш дух способен приносить Богу жертву самое лучшее, то, что он дал нам. Да поможет нам Господь, братья и сестры, чтобы кровь и жертва Иисуса Христа никогда не потеряла силы и драгоценности в нашей христианской жизни. Пусть Господь поможет нам в этом. А в наших молитвах мы прославим Господа за эту жертву. Аминь. Помолимся.